ТОП 7 способов, как кухни выглядеть дороже Этот ролик стоит посмотреть всем, вне зависимости от того, какой у вас бюджет на вашу кухню Потому что можно все равно сделать дорого и колхозно Ремонт может выглядеть стильно не только за счет дорогих материалов и фурнитуры Но и за счет определенных решений и лайфхаков, о которых я сегодня как раз расскажу А с вами снова я, Татьяна Безверхая, директор студии дизайна интерьеров ТБ Дизайн И онлайн школа дизайнеров ТБ Эдюкейшн Избегайте глянцевых покрытий Глянец и полуглянец еще долго не будет выглядеть актуально, пока это снова не войдет в моду На данный момент такие кухни безнадежно морально устарели Однотонная кухня должна быть матовой, причем лучше всего, чтобы это было абсолютно матовое покрытие Пленка, эмаль или софт-тач Избегайте открытых цветов Понятно, что не стоит делать там ярко-алую или ярко-салатовую кухню Но под это понятие подойдет и какой-нибудь насыщенный мятный, и лазурно-голубой И такой прям глубокий, желтовато-бежевый, даже кипельно-белый цвет Смотрится на кухне очень просто и безумно на самом-то деле ее дешевит Лучше выбрать либо какие-то светлые, но сложные оттенки Например, аккуратный пастельный серо-бежевый, легкий кофейный Вместо кипельно-белого либо молочный, либо сероватый Это будет выглядеть намного дороже Если мы хотим какие-то цвета, то пусть это будут глубокие цвета Какой-то карминовый Или интересный сложный синий Сложный лазурно-мятный Или наоборот мятный, который уходит уже немножечко в серый Какой-нибудь сложносочиненный оливковый Охристый, глубокий, желтый, но не ярко просто, ядерно-желтый Да, там как, я не знаю, машина-такси Какой-нибудь там солнечный тоже в охру Такие кухни будут смотреться интересно Дорого и, кстати, очень необычно Потому что это делается редко Ну и, конечно, беспроигрышный вариант Это темная кухня Черная, стильно дорого, без сомнений Но она может быть темно-шоколадная Это может быть супер темный шпон Это может быть глубокий оттенок, например, navy blue Это может быть изумрудный Темно-темно-темно-бордовый Такие цвета всегда смотрятся утонченно А вот тотально белая кухня, наоборот, дорого уже давно не выглядит Она уместна только в обычных современных стилях, например, в скандинавском Третий пункт Сделайте аккуратную подсветку Зачастую симпатичная лаконичная кухня портится вот этими блямбами Которые присобачены к нижнему цоколю Хотя на самом деле сейчас существуют светильники уже совсем тонкие У которых практически не видно И они стоят абсолютно подъемные деньги Спасибо огромному количеству китайских производителей Выбирайте максимально лаконичные светильники для подсветки Либо можно встроить светодиодную ленту вообще в нижний цоколь Если вы кухню только сейчас заказываете Берите подсветку на сенсоре, на датчике Ну и берите просто белый оттенок Потому что мы же нарезаем И нам должно быть все очень хорошо видно Ни желтоватый, ни голубоватый оттенок света на кухню не подойдут Чтобы кухня выглядела дорогой Очень важно подобрать хорошее напольное покрытие Оно должно быть не только красивым, но и практичным Если вы вдруг набрызгаете кетчупом, прольете масло на пол У вас протечет холодильник, или посудомоечная машина Или в конце концов ваш питомец разольет свою миску на пол С полом ничего не должно случиться Ведь ничто так не дешевит кухню, как какой-нибудь вздувшийся или в пятнистый паркет Поэтому я рекомендую выбирать каменно-полимерную плитку ABBA Из коллекции Premium XL от бренда Alpine Floor Эту плитку можно спокойно класть и на кухне, и в коридоре, и в ванной Не нужно переживать из-за пролитого сока или грязи от обуви Напольные покрытия Alpine Floor все выдержат Их очень легко оттереть губкой, не боясь повредить И кстати, возвращаясь к теме визуальной дороговизны Плитка выглядит очень богатая Таким тиснением, как у ABBA, может похвастаться далеко не каждый производитель Это действительно премиальное качество воссоздания текстуры дерева Покрытие не скользит, по нему не холодно ходить И вообще оно очень приятное на ощупь, словно ходишь по настоящему паркету Состав покрытия полностью экологичный В отличие от древесины, SPC ламинат не горит Нагрев переносит спокойно, прекрасно сочетается с любыми системами теплый пол Равномерно и мягко отдавая тепло Если вы хотите, чтобы вашим лапкам было красиво, тепло и комфортно Приобрести напольное покрытие из коллекции Premium XL от Alpine Floor Вы можете по ссылке в описании к этому ролику Ручки Или хорошо, или ничего Вы только посмотрите на вот эти ручки Стильные, красивые, минималистичные Более классические Из нержавейки, латуни, пластика, с камнями Или просто максимально лаконичные Это круто И такие ручки сделают лучше любую кухню Даже простецкую белую, про которую я говорила пару пунктов назад Они сделают визуально в тысячу раз дороже и интереснее А теперь посмотрите на вот это Нечто хромированное, убогое, изогнутое и непонятное И почему-то очень многие люди, купив кухню, например, каких-то стильных кухней Да неважно, в любой из сотен кухонных фабрик по всей России Они берут и ставят подобные ручки А, кстати, в кухонных фабриках обычно именно такие ручки и представлены Вот максимально всратые и колхозные Там про Леруашка я вообще молчу И это портит абсолютно все Красивые ручки покупаются отдельно Можно их найти в интернете Можно найти на Алике Можно найти на Вайлдберрис Можно найти на Брасмаркете Можно найти где угодно Да, они будут подороже, чем уродливые варианты Но если с другой стороны у вас нет возможности купить себе хорошие ручки Сделайте кухню либо вообще без ручек с встроенными цеплялками Либо просто тоненький металлический профиль Покрашенный там в белый, в черный, в серый Или просто матовая нержавейка Будет и лаконично, и просто, и нераздражающе Напоминаю, чем ниже бюджет, тем проще решение и лаконичнее финальный результат Пункт номер пять Техника в цвет кухни Уже прошли те времена, когда цветная техника была чем-то супер дорогим и недоступным И существовала только в линейках Миле или Куперс Куша каких-то еще дорогих немцев Сейчас белую, кремовую, коричневую, ну ладно, коричневую кофейную реже Но белую эту технику делает вообще все Включая самых доступных китайских производителей Запомните, белая кухня и черная техника это хреновое сочетание Если только у вас весь интерьер не построен на супер контрастах Под белую или светлую кухню берите светлую технику И будет вам счастье Да, конечно, в дорогих линейках техники есть возможность И кастомизации ручек Там у того же Куперс Куша есть и ручки медные И нержавейка, и темные графиты, латунь Ну как бы ладно Но даже в бюджетных моделях есть возможность выбрать цвет И еще, конечно же, если у вас техника находится друг над другом Берите одну линейку одного производителя Иначе это смотрится колхозно Тут такая ширина, тут такая окантовка Тут чуть круглее кнопка, тут чуть светлее металл Смотришь, знаешь, как белые кроссовки Одеть один белый кроссовок одной марки серии на одну ногу Другой вроде белый, но он, блин, все равно смотрится другим Поэтому кухонную технику мы не миксуем Еще, если у вас классический стиль Берите технику в ретро-ключе Ну она сочетается, собственно, с классическими и с ретро-фасадами А вот холодильник должен быть всегда очень красивым Если он отдельно стоящий Ничего не смотрится более убого Чем стандартный белый или даже хромированный холодильник Просто торчащий, как хрен, посреди бугра, посреди ваших Либо делаем встроенный Либо делаем действительно стильный и эстетичный Пункт номер 6 Нет накладной раковины Накладная раковина это тоже что-то, что мы покупаем по привычке Потому что так всегда было По факту сейчас, опять-таки, любые, даже самые дешевые линейки раковин Можно найти с возможностью подстольного монтажа Подстольный монтаж это когда раковина подклеивается снизу к столешнице И нет вот этих бортов, в которых постоянно копится какая-то дрянь Эти некрасивые окантовки Просто идет гладкая столешница К ней снизу подклеена раковина Вы все туда губочкой смахнули Удобно, просто безумно Да, конечно, со столешницей СДСП это не дружит Но столешниц мы сейчас еще дойдем Такие раковины есть как в нержавейке Так и в нержавейке, например, под латунь Керамические тоже такие раковины есть Я считаю, что не стоит покупать вот эти вот керамические раковины Там в крапинку и так далее Это тоже уже прошлый век Ну, во-первых, какую-нибудь темно-коричневую Или там бежевую керамическую раковину По светлую кухню купить вполне себе можно Пункт номер семь Сожгите в адском котле Столешницу и фартук из ОЛДСП Конечно, сейчас у меня опять полетят тапки Серия у меня на весь ремонт один рубль Как бы мне больше ни на что не хватит денег А тут такой момент Если у вас прям совсем-совсем низкий бюджет То в целом у вас просто нет выбора Вы тупо покупаете все самое дешевое Если бюджет хоть какой-то есть Просто не покупайте столешницу СДСП Лучше там на кухне сэкономьте Пусть это будет МДФ в пленке, а не МДФ в эмале Никто никогда не отличит белую пленку от белой эмали Но столешница пускай будет акриловая Акрил самый бюджетный материал после ОЛДСП и дерева Дерево, кстати, тоже возможно Просто оно менее долговечное За ним сложнее ухаживать Акрил прочный Акрил даже если поцарапается, легко шлифуется Акрил отлично моется В общем, акрил супер Можно сделать, конечно же, столешницу в керамограните В крупноформатном Сам материал при этом будет дешевым Но работа будет более дорогой Потому что нужно будет сделать Сварить каркас, обшить его И, соответственно, потом все это облицевать керамогранитом Или плиткой Но, например, в этнических интерьерах Это тоже смотрится весьма симпатично Ну а на кухонном фартуке Я советую избегать любой мелкой плитки Хоть кабанчика, хоть мозаики Как минимум по соображениям гигиены Друзья, пишите в комментариях свое мнение Что же по-вашему все-таки дешевит кухню А что делает ее визуально дороже Не забывайте ставить лайк И подписываться на канал Чтобы не пропустить мои новые ролики Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!